есть такое древнее гадание что по количеству увиденных ворон можно предсказать будущее и это гадание английская вот поэтому давайте вам его прочитаю она называется one for sorrow и так значит one for sorrow 2 for joy free for a girl for a boy five for silver six for gold seven for a secret never to be told it for a wish nine for a kiss ten for a bird you must not miss и как это переводится для нас можно вот так переводить несколько вариантов 1 ворона к печали 2 вороны к веселью 3 вороны к девушке 4 ворона к мальчику 5 ворон к серебру 6 ворон к золоту 7 ворон к тайне что не разгадать 8 ворон к желанию 9 ворон к поцелую 10 ворон к птице что нельзя упустить ну или немножко по-другому 1 ворона к беде 2 ворона к радости 3 вороны к встрече 4 ворона к счастью 5 ворон к богатству 6 ворон к успеху 7 ворон к тайне 8 ворон к мечте 9 ворон к любви 10 ворон к удачи а вот и вот сегодня мы с сделаем как раз такой гадань мы с вами разберем каждую ворону и гадать мы будем на трех разных колодах 2 ворон и рассматривать вашу жизненную ситуацию с трех разных сторон первая сторона это с точки зрения высших сил вторая сторона это с точки зрения духов рода и наставников и третья сторона это вашими глазами вот и смотрите какие ко мне мы будем использовать первый камень гелиотроп второй камень и корнелин корнеол да и третий камень это горный хрусталь давайте проверим нашу камеру будет работать итак первая вторая третья если вы сторонник трехпозиционных катаний то вы можете использовать это видео как трехпозиционное гадание для себя и выбирать один вариант и просто им пользоваться то есть не делать так что с точки зрения высших сил с точки зрения духов рода наставников и с вашей точке зрения а просто выбрать вариант и слушать его если же вы все-таки готовы смотреть нормально да то лучше посмотреть три позиции есть люди которые смотрят две позиции из трех это тоже не возбраняется и так я пока убираю две наши стези последнюю сторону и давайте начинать с вот это колоды глазами высших сил до гелиотроп вообще да действительно гадание по воронам очень действенное в англии в шотландии по моему всегда было очень много ворон и в ирландии вроде бы вот и очень использовали такое гадание потому что сколько ты увидишь ворон столько у тебя 100 у тебя и будет в жизни да то есть это такие вот очень древние мистические стихи и мы с вами уже делали такое гадание ну конечно мы его делаем немножко не так как делали это древние всякие народности потому что мы не можем здесь выпустить стаю ворон и сколько в ней будет ворон которых вы увидите тоже так или выходить на улицу искать ворон то есть мы это все не можем сделать но мы можем на каждый пункт выложить карты и посмотреть значит с вами что вас ждет до будущем особенно конечно совпадут карты в которых значение и слово которое я произношу похоже ну то есть допустим мы берем 1 ворона в беде и вы выскакивает карта похожая на беду или допустим 5 ворон к богатству и выскакивает карта похожая на богатство тогда мы понимаем что высшие силы дали большой знак потом значит также духе рода дали большой знак и вы сами увидите в будущем своими глазами да то что для вас не совсем ожидаемо будет но произойдет вот и то что это будет вашими руками сделано то есть понимаете то есть самое главное это когда позиция совпала со стихом очень важно когда вы увидели допустим вот и 5 ворон до богатство допустим представим или там 10 ворон куда чего увидели или 8 ворон к мечте так ну давайте значит первая карта как вы выглядите сейчас по мнению высших сил сначала смотрим ну вы у нас прям таки двоечка кубков вы у нас прелестники сегодня мои дорогие а вы кстати заметили у нас бывают периоды когда первая карта на позиции выскакивает постоянно из расклада одна и та же да а бывает сменяется она и выскакивает другая почему потому что аудитория моего канала примерно всегда это те же люди но и приходят другие люди им тоже это как бы идет знак но настроение аудитории циклы жизни аудитории меняются и конечно вы единое сознание помните что мы все вся земля это единое сознание есть у нас такое сознание население земли да это называется есть еще сознание вселенной да и вот двойка кубков часто стала выпадать в раскладах вот заметьте об этом и это многом говорит о том что мы с вами постепенно сдвигаем энергии ваши до взаимной любви и вот эта карта первая она показывает что вы близитесь к партнерским любовным взаимным отношениям или карта может показывать то что вы допустим влюблены уже в кого-то да кого-то любите очень сильно и соответственно вот она показывает ваше состояние но также это состояние такой доброй души умение дружить с людьми ладить с ними вот и соответственно очень это интересно да что вот люди настроились на что-то более лучше высшие силы вас видят энерго связанным с другим человеком кто является для вас второй половинкой вы уже вместе или еще нет но уже есть эта связь это очень важно понимаете очень важно хорошо одна ворона к беде двойка пентаклей две вороны к радости семерка кубков три вороны к встрече 13 арка четыре ворона к счастью император пять ворон к богатству повешенный шесть ворон к успеху шут семь ворон в тайне здесь у нас с вами карта мир дальше значит 8 ворон к мечте справедливость 9 ворон к любви я маг и 10 ворон удача луна значит давайте потихонечку разбирать наши карты вот смотрите как интересно получается да то что карты показывают двойку пентаклей беде это значит что скорее не будет у вас ближайшем будущем чего-то плохого беды какой-то там да нехороших вещей каких-то которые могли бы произойти но здесь видно что балансирует человек мы видим двойку кубков а рядом двойку пентаклей двойка пентаклей в этой колоде это две розы они растут на одном кусту на одной ветке но потом разветвляются на 2 это значит что у человека есть поддержка у вас еще и двойка кубков выпала то есть ясно понятно что близкий человек любимый человек партнерские отношения могут уберечь вас в жизни от беды от трудностей от проблем в ближайшем будущем и соответственно такая карта двойка пентаклей она показывает что человек живчик что у него вот как будто бы кроме его жизненной силы добавляется еще чья-то и он такой вдвойне заряженный человечек и вот вы в ближайшем будущем скорее уходить будете вот так клавируя от любых проблем от любых бед да может беда преследовать вас но вы от нее убежите вы от нее не знаю там качаешь шатаясь как-то перепрыгивая со ступеньки на ступеньку с карниза на крышу с крыши на следующую крышу и вот как-то как-то вы вот берете и убегаете но вместе вместе с каким-то еще человеком то есть карты вот эти они сразу же подсказали что ваше партнерство продолжается и становится еще более проявленным понимаете и мы здесь с вами видим что двойка пентаклей это всегда радостный такой общительный человечек улыбающийся и даже если у него есть проблемы он никому их не показывает а наоборот остается всегда на позитиве и соответственно вот эти две розы они подчеркивают это это еще бутоны они еще только при им предстоит раз распуститься вы еще засияете перед другими да вы еще распуститесь вы еще потом дадите пчелам пищу а потом семена потом еще прорастете где-то то есть понимаете у вас все и все впереди вся жизнь так скажем еще впереди и беда вам не светит в ближайшем будущем теперь мы смотрим к радости две вороны это семерка кубков вот она может показывать знаете такое состояние эйфории когда человек буквально или влюблен в кого-то или мечтает о чем-то хочет заниматься творчеством занимается искусством может каким-то знаете радость от чего может быть от чего-то не совсем проявленного то что то есть физическом мире а скорее от чего-то такого эфемерного ну допустим раз у меня возникла прекрасная идея или передо мной много разных вариантов много искушений мне предлагают многое я пока не знаю что выбрать на я радуюсь этому или любовная эйфория да то есть мы придумываем друг друга и радуемся понимаете то есть у вас в ближайшем будущем что-то такое радость вот какая-то да но нет денег там или еще что-то а именно что-то вот такое эфемерное что-то может вам сказали и выраста или там не за комплимент сказали вы очень растаяли из-за этого многие люди редко получают похвалы достойные до или искренние похвалы и вы можете получить и просто растаять от того что вы вам сказали что-то хорошего то все знакомство стрей а нет не знакомство слова встреча до 3 вороны к встрече 13 аркан показывает что вы можете встретиться со скорпионом рядом стоит семерка кубков карта скорпионов и соответственно раз эти две карты легли вместе скорпион и скорпион то это наводит на мысль что вы можете скоро встретиться или познакомиться как я уже говорила да это может и знакомство быть и встреча просто с кем-то знакомым да но иск и может быть знакомства со скорпионом с человеком с таким знаком зодиака это может быть как мужчина таких женщина но рядом император который указывает что скорее всего это будет мужчина вот ну и 13 аркан это карта перемен то есть вы прощаетесь с одной жизненной ситуации начинаете что-то новое вот какая-то встреча может привести к большим переменам что буквально отрезает ваше прошлое и вы встречаетесь только с новой какой-то ситуации 4 вороны к счастью показывают императором император это корона это трон это ответственность это богатство процветание это мужчина конечно может дарить счастье особенно для женщины мужчина какой-то может подарить большое счастье но также если вы мужчина вам достается трон если вы женщина вам тоже может достаться власть и счастье допустим может быть от высокого положения в обществе от высокой должности от того что вы многого добились что вы на вершине что вы достигли император это не просто победа это статус это когда уже есть твердо зарекомендованный статус когда человек не просто там сейчас добивается он добился и вы можете очень многого достигнуть или быть рядом с человеком который многого в жизни достиг добился карта очень хорошая она часто показывает допустим общение с мужчиной кто может очень сильным помочь взять под свою ответственность под свое крыло или сыграть вашей жизни очень счастливую роль да то есть одарить вас каким-то счастьем поэтому я считаю прекрасно а вот пять ворон к богатству у вас повешенный вы не можете разбогатеть не пожертвовать не пожертвовав чем-то если на то пошло карта четко показывает что деньги не свалятся с неба ради них все равно придется что-то сделать пожертвовать временем силами я не знаю проявить смекалку может быть обратиться кому-то кому нелегко обращаться или еще что-то то есть посмотрите иначе кстати повешенные часто показывать не только жертву еще и креативное мышление типа если ты хочешь разбогатеть посмотри на все иначе под другим углом и не делай ничего ради денег это бесполезно делай ради того чтобы что-то делать с удовольствием потрать на это кучу энергии сил тогда у тебя будут деньги потому что ты это сделал лучше уникальный чем другие вот так дальше значит мы с вами видим шестую ворону к успеху это шут шут часто показывает успех вот добиться успеха вы можете вы можете но как будто нужно для этого опять же рискнуть и сделать какой-то шаг такой как будто по пути своего сердца начать что-то новое для себя необычное интересное чем рядом повешено который говорит что ты в этого интересная вот в этом можешь много сил вложить но ты добьешься успеха по шуту однажды рискнув я не пожалел ни дня и не минуты и добился успеха вот понимаете вот об этом тут речь ведь рядом повешено рядом император 13 аркан попрощайся с прошлым востока старших арканов да и мир и правосудие и маг смотрите и луна у вас большая часть расклада это старший аркан почему потому что высшие силы с которыми мы сейчас разговариваем видят для вас перемену жизни ситуацию очень важная и где вы можете добиться большого успеха но вам придется отпустить прошлое раз и навсегда расстаться с этим прошлым встретить совершенно новое другое будущее рискнуть пожертвовать своим временем сделать что-то важное понимаете и возможно воспользоваться помощью мужчины для этого вот так однако успех вашем будущем есть сто процентов есть шут это часто вот такой успех но когда человек даже может решил уехать жить другом месте там 7 ворон к тайне карта мир показывает раскрытие информации которая находится на расстоянии от вас буквально узнать секрет тайну человека который далеко от вас находится во первых во вторых тайна тут дорога до тайна связанная с дорогой с отъезда может быть если вы уезжать будете то нужно до конца держать этот момент в тайне и также тайна можно изучать что-то и также тайна можно путешествовать или вести какие-то тайные записи о путешествиях о культурах других стран а потом это все вывалить в одну книгу вот или в какую-то передачу дальше мечта 8 ворон к мечте это правосудие это значит что ваша мечта зависит от правосудия от справедливости от равновесия и от человека возможно со знаком зодиака весы мы здесь вообще увидели с вами влияние нескольких людей с разными знаками зодиака это скорпион это овен это весы и также это рыбы луна данному пара них еще поговорим вот смотрите правосудие это весы да и вашу мечту вы можете достигнуть с помощью допустим человека с таким знаком зодиака даже если у вас такие же такой же один из этих знаков зодиака да не значит что это вы может быть такое что вы столкнетесь с человеком с таким же знаком зодиака как у вас правосудие или весы карта показывающая честность справедливость и ваши мечты в этой жизни можно добиться только честным способом не обходя закон потому что если вы столкнетесь с тем чтобы делать что-то неправильное ваша мечта тоже не сможет исполняться правильно вам все нужно соблюдать особенно закон равновесия и закон мира и также справедливость может показывать какие-то учреждения что ради вашей мечты можно где-то работать в каком-то государственном или частном большом учреждении но где много правил за или ради вашей мечты нужно изучать закон юриспруденцию или ради вашей мечты можно стать не знаю адвокатом частным юристом каким-нибудь или обратиться к юристу но все зависит от вашей ситуации о чем вы в жизни мечтаете или просто соблюдать множество правил и бы дисциплинированным человеком с холодным рассудком дальше мы видим 9 ворон это к любви а любовь это маг а маг говорит о том что в любовь у вас будет развиваться в ближайшем будущем и будет большая инициатива в любви со стороны мужчины если вы мужчина вы будете проявлять большую инициативу в любви если вы женщина к вам мужчина будет проявлять большую инициативу есть у мага также тело творца и силы четырех стихий которые будут направлены на вашу любовную жизнь высшие силы это видят что они полностью будут помогать вам но и вы своими руками будете многое делать для ваших отношений но без высших сил как они считают без вашей потусторонние силы здесь не обойдется у вас есть способности которые будут помогать вашей любви ваших личных взаимоотношениях но однако еще раз повторю что карты точно показывают высшие силы точно показывают через карты что вы уже соединены с вашей второй половинкой энергетически на данный момент и 10 воронку дачи показывают луну а это значит что удача у вас будут будет мистическое по мнению высших сил человек со знаком зодиака рыбы может принести вам удачу также луна показывает что удача может прийти темной ночью или в какие-то определенные лунные циклы до или определенные лунные дни например в полнолуние вот и также все что связано с луной энергия луны она такая тусклая луна да у нас свет луны тусклый мир мерцание у нее такое блеклое но при этом она мистическая она интересна мистику ритуалы можно использовать чтобы привлечь удачу на вашу сторону и также согласно лунным дням выполнять какую-то работу так чтобы эта работа все-таки была более удачной до или общаться по лунным дням там с людьми чтобы это было более удачно чтобы люди были на вашей стороне вот у вас очень интересное будущее получилось у вас все поменяется скоро но вы будете вместе переживать в этот момент перемен перемены будут захватывающими интересными вы займетесь чем-то чем вы раньше не занимались я думаю что вам будет даже весело вот но такой ответ у нас как видят высшие силы ваше будущее по этому древнему гаданию по первой позиции так высшие силы хорошо теперь посмотрим точку зрения духов рода как они видят ваше будущее по вороньему гаданию до гадание вороне сейчас я минуточку одну мне нужно сложить карта я за них всегда очень сильно переживаю мало что у меня такие прям коробки коробки теперь у нас значит 2 такое интересное корнелем и вот такая вот колода кора дороге дизайн у нее интересный такой красивый и карты ну просто прям потрясающе многих уже у меня знают многие видели эти карты давайте все эти вкладыши уберем берем вкладыш уберем книжку кстати вы знаете что вот в этой книге описано это гадание древние очень такое интересное мы с вами из но уже делали поэтому это гадание до из этой вот книги моего делали уже было но давно давно не доходили руки и так духи рода наставники как видят вас сегодня и сейчас когда вы смотрите это видео духи и наставники вашего рода как видят сейчас вас когда смотрят когда вы смотрите это видео духи и наставники этого рода придите карта выпала класс только мечей чего-то вы не видите духи и наставники считают вы на что-то прям таки закрыли свои глаза и зря вы чего-то не хотите замечать а зря надо заметить делай свой выбор быстрее ты слишком медлишь две вороны на карте показывают что у вас может быть пара да опять же королева жезлов вы не видите какую-то женщину какая-то женщина в жизни вашей сейчас что-то вытворяет а духи вам прям указывает на нее да посмотри ну ничего не видишь что ли вот так прям то есть есть вероятно вред они предупреждают женщина возможно связано с огнем это овен или овен лев или стрелец тельцы очень часто тоже обозначается королевой жезлов я не оговорилась просто в общепринятых трактовках которые на ю тубе у нас до стараюсь этого не говорить но у нас значит такие вот огненные карты да вот королева жезлов и на не только означает овен лев или стрелец так ну давайте значит выкладывать наш расклад у вас текущее состояние по мнению духов рода то что вы чего-то не видите о королеве жезлов на обратите просто на нее внимание ну и то что предстоит выбор и чем скорее вы сделаете свой выбор тем быстрее у вас все это разрешится то что вы хотите и так она одна ворона к беде двойка кубков две вороны к радости императрица три вороны к встрече рыцарь пентаклей четыре вороны к счастью колесница 5 ворон к богатству четверка пентаклей 6 ворон к успеху семерка пентаклей семерка пентаклей 7 ворон к тайне шестерка пентаклей 8 ворон к мечте так сейчас минутку карта мир 9 ворон к любви королева кубков и 10 ворон к удаче королева мечей давайте анализировать и начнем с вами с беды смотрите карты вот здесь где совпали да это у нас любовь королева кубков также значит мечта мир совпало да потом что еще что еще тут очень совпало но богатство и четверка пентаклей в принципе да потом счастье и колесница я бы сказала что тоже могло бы так сказать совпало встреча рыцарь пентаклей тоже радость императрица средняя но вот беда и двойка кубков никак не совпало двойка кубков это карта любви взаимной которая вам уже выпадала и в прошлой позиции высшие силы но видите это же все-таки с нами духи наставники рода здесь ваши разговаривают и могу так сказать что они вас о чем-то предупреждают в плане любовном то есть в плане ваших взаимоотношений мол не ругайся с любимым человеком если кто-то с тобой соперничает сначала разберись в ситуации не лезь на рожон в плане и чужих личных взаимоотношений не лезь в чужие личные отношения то есть духи рода они же такие более суровые суровые да они более всегда разговаривают жестко с человеком и здесь идет именно такое жесткое выставление границ умей вести диалог с любимым человеком с которым ты точно энергетически связана или связана потому что ну и двойка мечей об этом сказала там две вороны у нас сидят вместе на руках у девушки вот и здесь считаю двойка кубков то есть уже вторая позиция идет начиная с двух двоек понимаете и высшие силы и духи рода они точно вас видят с кем-то связанными энергетически но при этом духи рода наставники предупреждают что в вашу жизнь лезет кто-то ну то есть кто-то кто хочет вероятно либо вот допустим разбить вашу пару да посоперничать с вами не хочет чтобы у вас были эти отношения задумайтесь над этим задумайтесь тем более что рядом стоит императрица они же у нас на уточнение была королева жезлов как вы помните особенно может вредить какая-то женщина вашей личной жизни пытаться вредить но духи рода тут же они дают вам указания да не просто так они говорят и ты смотри в оба но и мы тебя защитим то есть они всегда стараются наподдавать тем кто делает вам вред дальше к радости мы видим императрицу вероятно радостной будет встреча или общение с какой-то женщиной для вас очень скором времени но у вас очень интересно получилось у вас 4 женские карты вот раскладе по духам рода это значит дух рода по женской линии с вами разговаривает и вероятно это женщина во-первых а во-вторых скоро бывать вам женском обществе и как бы духи рода дают тут указания что да не все женщины хорошо к вам относятся есть и коварная но остальные могут очень принести много пользы и хорошего в вашу жизнь понимаете и к радости императрица она показывает что с какой-то женщиной будет очень хорошее общение а у нее есть и власть и деньги и возможно хороший брак или хорошая должность какая-то да и она может вам действительно ну как помочь пройти куда-то вперед в жизни дальше значит если так императрицу еще рассматривать это радость материнства это радость семейной жизни это хороший дом это обеспеченность это счастливый брак отношения то есть в любом случае императрица карта это покровитель ее планета Венера и она дает очень большие плюсы тем более что она выпала в позиции радость то есть да она не выражает прям знаете какой-то великой радости когда ты прыгаешь там да такой весь счастливый но она говорит о спокойной радости и о том что вот общение с каким-то с каким-то человеком для вас будет очень приятно дальше мы видим встречу к встрече у нас рыцарь пентаклей а вот тут явно мужчина какой-то мужчина рыцарь пентаклей это медлительный немножко мужчина который даже может затягивать саму встречу ну что ж когда она произойдет а но мужчина деловой умеет добиваться в жизни многого ответственный человек не сильно романтичный как вы помните это может быть знак земли козерог девательец или человек просто у которого есть хорошая работа и он стремится к большему стремится к накоплению денег и так далее то есть вот он такой вот прям весь хороший человек рыцарь пентаклей это человек который может быть очень полезен и встреча с таким человеком для вас важна потому что через него можно и работу найти или повыситься в должности обрести умение зарабатывать деньги или допустим какие-то деловые связи но для женщины это может быть любовный партнер но тогда встреча с вашим любовным партнером в очень скором времени ну может какая-то особенная встреча однако как вы помните позиция встречи еще показывает знакомство поэтому может это быть совершенно новый человек в вашей жизни и духи рода предупреждают что мы тебе даем много разных людей чтобы справляться с врагами и трудностями то есть да у нас много женщин три из них явно хорошие одна плохая но еще и есть мужчина вот такой дальше к счастью у нас колесница это действительно счастье счастье победы счастье от какой-то победы и от дороги или переезда то есть может быть счастливый переезд может быть счастливая дорога или победа над допустим какого каким-то препятствием в вашей судьбе вашей жизни духи рода и так-то показывают что да вы может быть и не очень-то живете в благоприятном месте и духи рода очень хотели бы чтобы вы переехали в другое место особенно по женской линии рода вот и может быть вас отправляют в путь в дорогу куда-то уезжай-уезжай или съезде куда-нибудь там ну не знаю в путешествие счастливый отпуск счастье это колесница и счастливый отпуск колесница часто показывает человека со знаком зодиака рак может быть у вас счастье будет в связи с этим человеком то есть вас и счастливить может такой человек в скором будущем пять ворон к богатству четверка пентаклей ну показывает богатство но и жадность то есть эта карта говорит о том что человек может располагать хорошими деньгами но при этом очень ими дорожить придерживать у кого себя четверка пентаклей это карта стабильной жизни стабильных доходов пусть эти доходы не заоблачные но у вас в скором времени выровняется финансовое положение хотя бы до постоянного стабильного когда у вас действительно есть особый средний класс в обществе это важно быть средним классом сейчас это важно особенно в европе поэтому я вам так скажу что четверка пентаклей у вас в позицию вошла то есть карта очень хорошая в этом плане но как вы помните из прошлого расклада по мнению высших сил все равно для этого что-то нужно сделать ну то есть просто с неба на вас четверка пентаклей не свалится все равно вы денежки должны как-то заработать дальше мы еще и видим успех да шесть ворон к успеху это семерка пентаклей поэтому успех я не говорю что дается вам сразу же и в руки а скорее ради него нужно попотеть и что-то сделать однако вы добьетесь успеха карта семерка пентаклей показывает как раз таки достижение успеха после трудных энерговложений да после ваших трудов после ваших молитв после того как вы столько упирались и всего сделали добьетесь скоро успеха действительно успех не за горами и вы очень терпеливый человек и умеете ждать хоть и немножко устанете от этого дальше значит семь ворон к тайне а тайна у вас шестерка пентаклей а это значит что идет то ли тайная милостыня то ли тайная молитва то ли тайная помощь возможно благотворительность в вашем будущем может быть вы будете заниматься помощью людям или знаете когда делаешь что-то хорошее но инкогнито вот аноним я считаю что это очень хорошо и благородно и значит у вас на это будут деньги опять же вот поэтому это вообще интересно дальше значит восьмерка ой восьмерка восемь ворон это у нас к мечте а мечта это мир а мир совпадает с мечтой высшие силы наставники духи рода через карту мир говорят что вы добьетесь того чего вы хотите в жизни и ваша мечта сбудется мир вообще это как раз таки карта показывающая доверие и высшим силам и у вас есть какая-то главная мечта так вот духи рода хотят что ваша главная мечта сбылась именно главное то есть случится какое-то чудо скорее всего в будущем и мир очень такая карта показывающая все иностранное все новое интересное вот прям культуру других стран иностранцев иностранные языки отъезд переезд путешествия транспорт часто показывают достижение большого успеха выход на новый уровень выход на следующий цикл жизни выздоровление брак долгосрочный брак и счастливые отношения понимаете то есть она в любой сфере жизни эта карта работает поэтому ваша мечта точно сбудется девять ворон к любви любовь это королева кубков прекрасная карта показывает что в любви у вас будет большой успех если вы женщина вы будете любимы и у вас мужчиной будет как духовная связь так и физическая очень сильная если вы мужчина у вас будет очень красивая женщина очень королева кубков одна из самых красивых женщин в колоде и соответственно она у вас будет прям заметна для окружающих причем женщина может тоже кто гадает да расцвести в будущем и стать очень привлекательной для других благодаря своим отношениям своей любви взаимной здесь да здесь именно серьезные отношения долгий брак и большое счастье видите рядом с ней какой красивый ворон вот это он ворон ее оберегает он ее любит и он хочет быть с ней вот этот мужчина рядом с этой королевой кубков это и есть этот ворон и заметьте он ее действительно вот как будто прям охраняет и покровительствует ей да дальше значит десять ворон к удаче удача ваша королева мечей ваша удача зависит от вас духи рода женский дух рода будет всячески благословлять вас на удачу и открывать вам путь и дорогу но и вы должны дисциплинировать себя в будущем чтобы добиться чего-то от вас требуется реально очень большие действия мои дорогие чтобы вы добились достигли удачи в будущем духи рода на вашей стороне но именно собрались женщины это значит что вы очень сильно связаны с линией матери и со всеми женскими духами рода я вам даже рекомендую посмотреть послание рода по линии матери у меня есть на канале очень хорошее хорошее видео с наставлениями и соответственно с прогнозом здесь то же самое вот я вижу что они прям горой за вас защищают вас охраняют любят ценят и передают свои способности видно что в роду было много ведьм женщин со способностями целительниц именно не черных ведьм хотя это тоже могло быть да но немного а больше светлых и которые спасали людей вот поэтому ваше предназначение оно может быть с этим связано да и добиться успеха для вас важно чтобы опять же спасти многих людей по шестерке пентаклей ну вот такой вот ответ у нас по духам рода хорошо мы идем дальше собираю карты собираю карты и будем смотреть вашими глазами ваше будущее мне понравилось что двойка кубков уже два раза выпало и так большой взаимной чистой светлой вот как хотите любви к долгим отношениям к браку и к тому что вы уже энергетически связаны с человеком с которым вы две половинки одного целого две души понимаете дальше у нас вот такая колода второго ронда и здесь у нас то что вашими глазами в будущем как символично лежит туз пентаклей наверху хороший знак мои дорогие уста тут еще и карта мир ничего себе горный хрусталь ваш камень так давайте смотреть как вы себя сейчас ощущаете в каком аркане момент просмотра девятка мечей да еще и перевернулась ну ничего себе почему перевернулась девятка мечей скорее всего вы начали побеждать свои страхи свои проблемы свои жизненные вот эти блокировки трудности фобии все карты прямые вот видно эта карта случайно перевернулась это знак для вас знаете какой знак да что вас мучили кошмары паники страхи там тревоги переживания всякие трудности все 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 но вы как-то раз и начали над ними иметь некую власть карта показывает часто что человек начинает понимать смысл всего этого начинает управлять этим потому что смысл понял начинает быть вне этого понимаете и также может читать свои вещи и сны которые раньше его пугали то есть вы сейчас можете быть подвластны также энергии луны страхом и всему но вы начинаете понимать а для чего все это а что это значит а что это вам несет какую информацию понимаете о чем предупреждения идут то есть это ваше предчувствие которое вы раньше не могли просто растолковать понимаете и вы да вы себя так вот ощущаете но в перевернутой девятке то есть это уже очень хорошо вы более свободны да вы у нас более свободны кстати девятка мечей карта людей увлекающихся астрологии нумерологии эзотерикой с нами с шифровкой снов и так вашими глазами будущее одна ворона к беде шут две вороны к радости дьявол три вороны к встрече десятка жезлов давайте чуть-чуть вот так подвинем чтобы влазила четыре вороны к счастью тройка жезлов хрюкает собака сразу говорю димит пять ворон к богатству рыцарь жезлов шесть ворон к успеху паш кубков семь ворон к тайне туз жезлов восемь ворон к мечте король кубков девять ворон к любви паш жезлов десять ворон к удаче солнце ну что уж тут точно совпало так это удача да солнце это ваша удача давайте чуть-чуть вот так подвину чтобы вам уже девятку мечей не надо смотреть солнце это точно к удаче так значит паш жезлов к любви точно к любви совпало король кубков ну как бы и к мечте но и все таки не не без чьей-то помощи да тайна и туз жезлов ну освещаем факелом нашу тайну успех паш кубков ну да может добиваться успеха богатство рыцарь жезлов ну в принципе тоже подходит но не совсем счастье тройка жезлов подходит но и тоже не совсем не до конца тот же не до конца то же значение до встреча десятка жезлов противоположность практически радость 15 аркан сомнительная и где шут не подходит то есть часть карт у вас подходит к позициям часть нет объясню что это значит расскажу беде шут показывает что вашими глазами как вы будете видеть ваше будущее для вас очень трудно будет рискнуть и для вас это будет настоящая беда менять свою жизнь вы человек возможно довольно стабильный или к какой-то обстановке определенной привыкли все эти новые знакомства новое общество новые страны города поездки путешествия все 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 новые дела какие-то да для вас трудно это все принимать для вас трудно это все видеть перед собой адаптироваться общаться и для вас настоящая как будто беда но шут может показывать беду в виде беременности как вы это воспринимаете то есть для кого-то это рождение нового человека для вас это настоящая беда потому что но не каждая женщина или не каждый мужчина готов беременность также шут это вот просто какое-то новое место где человек не привык непривычно себя чувствует не в своей тарелке и неоправданный риск или риск который оправдан будет позже но сейчас вы чувствуете что такой риск да вот я так рискую ничего себе это для меня настоящая беда вот так дальше значит к радости у вас идет 15 аркан а это значит что возможно вы встретите человека со знаком зодиака козерог то доставит вам большую радость это если в положительном ключе рассматривать эту карту по 15 аркану могут быть абсолютно любые искушения но вызывающие радость человеке абсолютно любые любовные телесные искушения и даже предвкушения льстивые слова значит удовольствие в виде еды питья и тому подобное то есть все это вызывает радость но эта радость она омрачена темной силой и вам нужно быть начеку и вы знаете это что вам знаете даже кажется вот вы такой человек или люди да у кого есть действительно негативное мышление и вам кажется что когда вы радуетесь у этого всегда есть обратная сторона может это ваша просто здесь представлена в виде этой карты установка дам что когда я слишком рад когда мне мне там весело смешно я потом буду плакать есть такие люди на самом деле у меня это иногда проскакивает у многих окружающих поэтому я знаю что это такое три воронок встречи десятка жезлов показывает что возможно вы вообще человек более такой интроверт что ли или вы считаете себя таковым но у вас не видят так не высшие силы не духи рода только вы себя и вам ужасно тяжело встречаться с другими людьми общаться с ними может быть вы испытываете комплексы и для вас встретиться с кем-то как отнести на себе три мешка картошки то есть ну реально тяжело хотя вам придется в ближайшем будущем встречаться может быть и не с одним новым человеком 4 вороны к счастью показать тройку жезлов только жезлов частично напоминает счастье но счастье от чего от перехода куда-то это может быть дорога путешествие переезд смена жилья от этого может быть большое счастье для вас и тогда значит вам некомфортно на старом месте тройка жезлов показывает счастье взаимной любви очень часто поэтому действительно в личной жизни у вас может быть ближайшем будущем прорыв даже вашими глазами 5 ворон к богатству рыцарь жезлов показывает что ваше богатство она достигается с помощью ну лидерских качеств и очень больших свершений когда вы запалом что-то делаете от всей души и рыцарь жезлов может показывать мужчину знак огня это лев стрелец или овен но такого среднего возраста или молодой даже кто может поспособствовать вашему богатству рыцарю жезлов всегда нужно все и сразу а это невозможно вы можете страдать нетерпением зарабатывая деньги особенно когда делали что-то от души дорога тоже может здесь поспособствовать тому чтобы вы изменили в лучшую сторону в скором будущем свое финансовое положение и также это даже может быть дорога с мужчиной или какой-то приезжий мужчина который приезжает наоборот к вам вот так то есть это влияет на ваше финансовое положение но и рыцарь жезлов это все-таки очень хорошо работающий денежный канал прям огнем горит как сказать счастье в радостном труде до друзей трудимся с энтузиазмом добиваемся всего что мы хотели 6 воронку успеху паш кубков может действительно показывать успех но какой-то неожиданный успех который разворачивается к вам неожиданной стороной то есть ваш успех это не то как вы от себя ожидаете в ближайшем будущем вы его видите будете иначе чем видели до этого когда планировали будущее вы хотели чего-то одного или в какой-то определенной форме успех же будет выражен по-другому вы будете очень удивлены у вас будут жизненные сюрпризы также ваш успех может зависеть от их личных отношений да то есть когда вы в паре в отношениях находитесь и вам кажется они успешны и но пока по каким критериям когда человек что-то делает для вас он заботится о вас или он говорит вам хорошие слова вас или у вас очень сильный восторг друг от друга вот вас что-то такое будет вот все вместе в пажа кубков это все есть он и умеет сам удивляться и умеет давать положительные эмоции и удивлять да поэтому здесь прям такой обиход я думаю что это такие чувства и успех у вас как будто бы в любви больше заключен ну или если это в деятельности в творчестве в вашем труде то как будто бы ваш успех будет выражен несколько иначе ну допустим вы станете популярным известным человеком или представим что вы добились какого-то успеха неожиданно там сказав что-то на публике понимаете о чем я или допустим совершили какой-то эпатажный поступок сами от себя этого не ожидая но это не что-то что шокирует публику там или людей окружающих или знакомых в плохом смысле а скорее в хорошем кстати папажу кубков вы можете помолодеть и похорошить скором времени улучшить свое состояние тайна это туз жезлов действительно как будто осветили факелом тайну да то есть зажгли огонь и это тайна осветилась такое чувство что скоро выглядит все наружу то что вы хотели узнать но будет именно как виде знаете такой новости яркой новости причем так интересно вот эта карта туз жезлов да она показывает разговор вот как будто вам кто-то что-то говорит сообщает или это сообщается допустим по телевидению да и вы раскрываете эту информацию для себя может быть вы что-то даже не думали узнавать туз жезлов это неожиданность всегда вот и тайна раскрывается благодаря какой-то неожиданности или поступивший неожиданно от любого источника информации но я вижу положительный исход то есть тайна развернется для вас положительной стороной да и это важно это хорошо тайна в любом случае здесь раскрыта и вот эта карта она очень открыто она она показывает что для секретов какой-то сфере для вас больше места нет вот вы все узнали вы так будете видеть что вы все узнали вот дальше значит у нас следующая ворона получается это 8 8 ворона это к мечте к исполнению мечты желания да тут король кубков я говорила что частично подходит то есть какой-то мужчина может помочь знака воды исполнить ваше желание вашу мечту большую но именно карта говорит что мечта будет исполнена но помощь как вы увидите как вы будете думать не высшие силы не духи рода вы именно будет именно от мужчины этого но рак скорпион или рыбы до или просто человек очень душевный и приятный король кубков король кубков это также может быть для женщины любовный партнер для мужчины но очень хороший друг вот но в любом случае эти карты они показывают даже рядом друг с другом лежащие до что ваша жизнь меняется в скором времени явно в лучшую сторону и вы добиваетесь чего-то ну и как с помощью своего труда но и с помощью окружающих людей и вашей какой-то удачи неожиданной информации да дальше мы видим девять ворон к любви это пожезлов это расцвет любви да это новое солнце любви пожезлов знаете такое как вот прям эйфория влюбленности счастье радость весна это может быть как с человеком новым ну или как вы взглянули по-новому на своего человека карта очень хорошая молодость в любви отношения такие яркие когда людям интересно разговаривать встречаться общаться ходить куда-то вместе ездить проводить времени много вместе вот карта всегда говорит о счастливой любви а таких бурных отношениях сильном влечении друг другу ну то есть хорошая карта правда ну а 10 ворон это кудача птица что нельзя упустить и это солнце ваша птица удачи да карта очень счастливая она показывает что действительно начинается удачный период вашей жизни кстати вот как вас видят высшие силы духи рода вы себя видеть будете лучше то есть это отличается от того что видят они и ваши глаза видят вашу жизнь более счастливой и лучше причем ваши глаза не видят ваших врагов ваши глаза не видят ваши возможности по поводу общения с женским родом с женщинами а больше как именно с мужским полом и ваши глаза видят наступление светлой полосы вашей жизни и действительно что вы стали более удачливым человеком и вы свою птицу счастья не упустите солнце очень хорошая карта она действительно показывает что может вести в ближайшем будущем но вашими глазами это как будто бы такое состояние полуэйфории полустремление такое вот знаете вперед но знаю что я иду не только своими силами да то есть вы верите что он кто-то помогает но при этом знаете как будто и у вас есть поддержка видео от кого-то с кем вы энергетически связаны любимый человек и вы будете ну скорее всего очень счастливы даже если вам будет трудно добиваться чего-то работать делать да кстати не вижу здесь большой самодисциплины но я вижу здесь что вы все равно не сдаетесь и вы все равно хотите чего-то в жизни и будете торопиться и будете вот прям со всей жадностью жить вот поэтому после периода явной темноты в жизни на вас наступает явный свет поэтому просто пошевелитесь просто что-то поделать необычное для себя вот именно что шута все начинается для вас очень сложно прям беда начинать все по-новому все иначе по-другому менять обстановку а именно это и нужно сделать может для вас сложно путешествовать а именно это и нужно сделать вот ну вот такой ответ у нас сегодня всем спасибо за внимание пишите свое мнение про этот древний расклад в стихах гадание по воронам и до новых встреч